Российское военно-следство Российское военно-следство Российское военно-следство Агент прокуратуры Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с крушением Ми-24 и выясняет личности виновных Также после произошедшего инцидента Азербайджан принес свои извинения и заявил о готовности выплатить компенсацию в связи с произошедшим Расследованием инцидента занялись также и российские военные следователи По словам источника, следователи должны были сперва возбудить дело по статье, по которой преимущественно расследуются подобные инциденты а уже после сбора достаточных материалов переквалифицировать деяния. Если мы откроем Уголовный кодекс Российской Федерации и Азербайджана, то мы увидим, что рассмотрения уголовного дела сторонами различаются. Изначально Азербайджан признал вину как по неосторожности и по ошибке и завел дело по статье 342, часть 2 «Небрежное отношение к службе». Статья 342, часть 2 гласит «Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, а также совершенные во время войны или боя, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет». Что согласно российскому законодательству, соответствует статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Но российское военное следствие изначально завело дело по 351 статье, что означало нарушение правил полетов. Но потом переквалифицировало дело не на 109 статью, аналогичную 342 статье Азербайджана, а на 105, то есть умышленное убийство российских военных пилотов со стороны Азербайджана. И тут мы видим противоречие. Азербайджан завел дело по статье «Небрежного отношения к службе», а российская сторона завела дело по статье «Умышленного убийства». Если судите логически, то с точки зрения Азербайджана никакого смысла в этом не было, так как Азербайджан и так уже побеждал в войне. За день до сбитого Ми-24 была освобождена Шуша, и если бы не капитуляция Армении, то в течение суток и столица так называемого Арцаха Степанакерт. Еще к тому же в этот день было подписание трехстороннего соглашения. Азербайджану просто не нужны были эти провокации. Был бы это армянский или российский вертолет, Азербайджан осознанно никогда бы не стал сбивать его на чужих границах, так как это было бы военной провокацией и покушением на безопасность другого государства. Сбитие российского вертолета Ми-24 могло быть на руку только врагам Азербайджана, а вот внешним или внутренним это должно будет доказать следствие.